7-километровая дорога проходит через посёлок от Кормсовхоз до школы номер 84. По ней идут дети на учёбу. Но вдоль проезжей части нет ни тротуаров, ни освещения. А для тех, кто добирается автобусом, нет остановок. Родителей также беспокоит опасный поворот прямо перед учебным заведением. «Имеют ли право ездить по жилому посёлку, по жилому массиву вот такие потенциально опасные машины с топливом. Тем более у нас такой сложный поворот на школе. И был случай, что уже одна цесерна упала и разлилось топливо. И был школьный день. Это просто нам повезло, что не было искры и это всё не взорвалось. И вот у нас такой вопрос. Власти вообще собираются что-то предпринимать, улучшать нам какие-то условия». Кудайберген Жанзаков за 6 лет собрал целую папку коллективных заявлений, писал во все Акиматы и в Нур-Отан, но тщетно. Местный Аксакал говорит, что теперь намерен отправлять письмо президенту. «Я пишу во все инстанции уже с 2011 года. Вот эти документы я отправлю в Астану. У нас нет дорожных знаков, нет тротуара, нет остановок и освещения. Мы каждый раз боимся, лишь бы дети благополучно добрались до дома». Его сосед Кутебеку Шарбаев просит установить на улице лежачие полицейские. На тех участках, где асфальт ещё цел, грузовики и фуры набирают скорость. А с высоты водительского кресла можно запросто не заметить школьника, переходящего дорогу. Лихачатые водители – легковуша. К слову, они не всегда пребывают в трезвом состоянии и таранят здешние электрические столбы. Но хуже всего, что участниками аварии нередко становятся местные дети. «Здесь такое бешеное движение. Ни одного, уже нескольких детей здесь бивали. Один ребёнок остался без ноги, у второго – сотрясение мозга, ещё у одной девочки перелом таза. Пожалуйста, установите здесь лежачие полицейские». А на этих кадрах объезжают глубокие колдобины автобус. Это единственный маршрут, пролегающий по улице Кенесарина. После обильного снега общественный транспорт один за другим застревают именно на этом участке дороги. В непогоду не может проехать и карета скорой помощи. К слову, и здешним автовладельцам приходится нелегко. «Проезжая, налетела на ту яму и сорвала передний бампер. Неделю ремонтировала. На ремонт у меня ушло 40 тысяч. А кто мне возместит ущерб? За что мы вообще налоги платим? Каждый год как положено. А вместо этого только и делаем, что бьём машины об эти ямы». «Качество дороги просто отвратительное. Ездить здесь невозможно. Даже внедорожникам трудно проехать, не говоря уже о легковушках». «Нормальный асфальт был, но пару лет назад проложили водопровод, всё раскопали, а затем просто заделали ямы. Вот грузовики эти ямы и продавили. На вопрос, кто будет делать ремонт, в городском окемате ответили, что эта дорога областного значения». В городском отделе автомобильных дорог эту информацию подтвердили. Улица Кенесарина находится на балансе области. Однако принимать её в таком виде в окемате Шимкента не торопятся. Для начала дорогу должны отремонтировать нынешние хозяева. А пока городские власти планируют навести порядок на внутренних улицах массива Бадам. «На встречу Акима с населением к нам поступила такая просьба. Сейчас готовится проектно-сметная документация и поэтапный ремонт трёх улиц». Хорошую новость сообщили и в областном управлении автомобильных дорог. За улицу Кенесарина чиновники возьмутся уже в этом году. «На текущий год, на 2017 год из 310 миллионов тенге было выделено всего 92, около 93 миллионов тенге. На сегодняшний день идут процедуры проведения государственных закупок на определение подрядной организации. Средний ремонт, как я говорил, предусматривает асфальтное покрытие на 7,1 километра. И кроме того, в рамках вот этой сметы предусматриваем полностью обеспечением тротуара данной дороги и освещением». Толщина будущего асфальтового покрытия составит 10 сантиметров, но как долго новый асфальт продержится под колёсами многотонников, специалисты сказать не могут. «Данная дорога, осевая нагрузка на один носик составляет около 6 тонн. Это 6 тонн конкретно. Но если фуры будут ездить в соответствии с требованиями, если не нарушаем осевую нагрузку, то она будет выдерживать. У нас сегодняшний день дороги портятся из-за того, чтобы все вот эти фуры, все большегрузные машины, они грузят сверхнорматива. Сверхнорматива. А вот регулировать именно мы как можем всячески стараемся, получаем, устанавливаем знаки. Ну, это в компетенции, в инспекции транспортного контроля, это уже подразделение министерства». В ведомстве также напомнили, что инспекция располагает лишь двумя мобильными группами. Выходит, что контролировать движение фур на Кенесарина невозможно. Так же, как невозможно и вовсе запретить движение большегрузов и бензовозов через населённый пункт, пока для них не нашли альтернативной дороги. А значит, этот вопрос для местной власти остаётся открытым. Продолжение следует... Продолжение следует...